Халима Назырова. Встречаем. Вот и ты все знаешь. Открою тебе маленький секрет. Эта идея была у меня, ты и у меня ее... Дело в том, что одни релсы, которые залетают на миллионы, приносят деньги. А вот ты как специалист... Ты задаешь мне вопросы, на которых я... Чтобы они зарабатывали так, как ты, чтобы у них были просмотры. Окей, первый вопрос. Я не называю своих подписчиков нытиками. Я говорю, что я не люблю. Кто-то тебя обидел, может, кому-то хочешь высказать. Ас-саламу алейкум. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире снова Салам-шоу, и это 17-й выпуск. Сегодня у нас в гостях специалист, короткое название, по СММ. И об этом, о своей грандиозной работе расскажет сегодня Халима Назырова. Встречаем. Халим, маршал. Я лирсал маршал Халим. Настрой у тебя боевой. Расскажи о себе, нашим телезрителям. Кто ты? Чем занимаешься? Что такое СММ? Ты-то и я знаем, а вот наши зрители могут и не знать. Меня зовут Халима. Меня знают как Халимана, не как Назырова Халиму. Я СММ-эксперт, риелсмейкер, контент-мейкер. СММ — это в переводе с английского social media marketing, то есть продвижение в социальных сетях. То есть, коротко говоря, это ввести аккаунты, бизнес-аккаунты и приносить им клиентов через соцсети. Ну, ты начала, насколько я знаю, с 2020 года. Страницу ведешь. Да. Прошло 4 года. Чего достигла, добилась, изменилась? Вообще, как ты поняла, что ты утром проснулась, все, я хочу быть СММ-специалистом? На самом деле, да, это было 4 года назад. Я бы даже сказала, в 2019 году, после окончания школы. Я решила, как и все, стать футблогером. Да, я знаю, у тебя очень много постов про еду. На самом-то деле, я изначально, вообще с детства, я любила вот эту сферу, ну, не сферу СММ, я вообще не знаю об этом. Я думаю, ты сейчас скажешь, я с детства любила кушать. Ну, это тоже. На самом-то деле, я вообще хотела стать корреспондентом. Да ладно? Да. Ничего себе. Могла бы стать сейчас вашей коллегой. Конечно, у нас двери открыты, особенно для хороших специалистов. Если честно, я не знала, кем я хочу стать, но мне безумно нравилось снимать видео, фотографировать. В принципе, в школе все меня знали как человека, который все время ходит с камерой. Я всегда с собой беру видеокамеру. Да-да-да, и мои видеоролики начинались. Всем привет, мы снимаем репортаж. Ну, нормально, а что? Поэтому мечта была, но как-то вот так. Стала СММ-специалистом. Ну, как-то так. СММ, наверное, неспроста. Ты футблогером хотела стать? Нет, я не хотела стать футблогером. Ну, ты сама подтверждаешь, что у тебя блог весь был из еды. Ну, так получилось. Прямо сразу аппетит у меня разгорелся, когда я листал твои все эти публикации. Проблема была в том, что я не знала, как себя позиционировать. Когда меня дома называли футблогером, я такая, нет, я не хочу быть футблогером. По сути, так и началось все. Не хотела стать футблогером, но стала блогером. Я не знаю, у кем я стала, если честно. Я просто, это было мое хобби. Кто ты? Я сейчас СММ-специалист. Но тогда я не хотела становиться футблогером, но просто закидывала такие видеоролики. У тебя написано, что из учителя английского языка, учителя СММ-специалиста. Что за история, о которой мы, возможно, не знаем? Я этим летом окончила вуз, ЧГПУ. Окончила факультет иностранных языков, арабские, английские языки. Я преподавала в школе английский язык. Да ладно? Да. Так-то я еще преподавала в медресе арабский, но сейчас я преподаю СММ. Ты пробовала учить разным языкам, пробовала себя футблогером, но в итоге поняла, что СММ-специалист намного интереснее. Да, потому что мы не привязаны к одному месту. Я могу работать с разными нишами. Это очень интересно. То есть, если ты начинаешь вести аккаунт кроссовок, ты разбираешься во всей обуви. Если начинаешь вести аккаунт кулинарии, то разбираешься в еде. А английским сколько ты преподавала? Сколько лет? И кому? Не лет. Детишкам? Взрослым? Да, в школе преподавала. Пятиклашкам, шестиклашкам. Есть много людей, которые заявляют о себе, что они СММ-специалисты. Я понимаю, что у тебя такой путь не слишком долгий. Да. Ты не так давно начала и не так много у тебя подписчиков, но это надо признать. Если сравнивать с теми, у кого там сотни-сотни тысяч. Но это только начало, правильно? Да, но если честно, число подписчиков вообще не имеет значения. Ну, у тебя есть одно видео, которое набрало больше всего просмотров. И так как у нас передача такая юмористическая, я люблю немножко шутить, задавать такие каверзные вопросы. Ты, я вижу, готова к этому. Я видела уже заставку. Покажите, пожалуйста, видео, которое залетело прямо на странице. Как красиво замазать лицо на видео. Если ты ведешь блог без лица, то обязательно сохраняй этот туториал, ведь он тебе потом понадобится. Заходим в приложение InShot, выбираем видео, стикеры, деталь и формат замазывания. Я советую блюр. Форма овал и подстраиваем под лицо. Регулируем интенсивность блюра и тянем пипетку в сторону, чтобы смягчить углы и выглядело эстетичнее. Нажимаем на следование и теперь стикер будет следить за вашим лицом и не следит. Это были три простых шага и еще больше полезного у меня в блоге «Подписывайся». И этот ролик, представь, набрал миллион просмотров. Да, я сама в шоке. Ты сама в шоке? Потому что я его смонтировала за полчаса. Вот. Почему залетают такие ролики? Скажи мне. Почему залетела именно этот ролик? Ладно, расскажи, почему, как ты думаешь? Вообще, это был челлендж. Десять дней, тридцать рилсов. Каждый день закидывать три рилса. Вовлекающий, экспертный и развлекательный. То есть ты проверяла? Я просто знала, что все получится. И сколько роликов всего загрузила? За десять дней тридцать. Всего десять дней длился? Да. Твой челлендж. И из тридцати роликов залетел только один? Нет, залетел один на миллион, несколько на 300-400 тысяч. Ну и один у тебя был с шариками, он где-то 700 тысяч. Нет, это было еще очень давно. Но он закреплен у тебя? Да, потому что он мне нравится. Расскажи секреты. Вот смотрят сейчас на тебя наши зрители и думают, так, вот мои рилсы не залетают, мои видео не лайкают, мои фотографии не смотрят. Что ты им посоветуешь? Есть ли у тебя какой-то действенный... Я понимаю, что у тебя все платно. Нет, я могу на такой вопрос ответить. Во-первых, я всегда говорю, когда вы рилс заливаете, какова цель этого рилса. Допустим, это рилса, который мы показали, цель была подписчики, чтобы они подписывались, сохраняли, отправляли. Я об этом заявляю в самом видео. Сохраните, подпишитесь. И за эти 10 дней я набрала бесплатно, абсолютно без блогеров, без рекламы, 5000 целевой аудитории. Я видела, что на этом ролике снимают еще рилсы. А дальше? Хорошо. Репосты, комментарии. Далее в начале нужно заинтересовать. То есть первые две секунды, они очень важны. Это может быть какой-нибудь заголовок, это может быть какой-нибудь интересный, креативный ракурс. Что еще можно? Ты училась этому? Да, я училась, я проходила курсы. Но в начале было очень большое желание, прям очень большое. Поэтому у меня такой быстрый скачок, потому что сейчас... Вот ты спросила у меня, почему так много СММ-специалистов, но нет результата? Они проходят курсы, но они ничего не делают. У тебя есть цель? Вот за сегодня, например, три подписчика должны подписаться? Через месяц? Абсолютно нет. Я хочу развиваться в своей сфере. То есть ты на подписчиках не зациклена? Нет, абсолютно. Это вообще не важно. Ой, у тебя так мало подписчиков, но на самом деле ты можешь зарабатывать очень много денег, даже если у тебя 500 подписчиков, допустим. Я пригласил тебя, зная, что ты прям конкретно занимаешься своей деятельностью. Ты ходишь по ресторанам, а где вкусно готовят, на твой взгляд. И ты, и я, мы любим поесть. Вот эта вот фишка откуда взялась, что тебе нужно ездить по локациями снимать? И за это же тебе пока не платят или как? Сейчас платят. Сейчас платят, а вначале? Вначале не платили. Раскрой маленький секрет. На самом деле удивить людей на Кавказе очень легко, прям очень. Просто нужно делать нетипичный контент. Это было в прошлом году, в 23-м. Я возвращалась с универа, и мы с одногруппницами решили заглянуть в точку. Новая. Как раз открылась точка. Точка. Точка, свяжитесь со мной, уйдет реклама. Мы заказали покушать, и я такая думала, подождите, подождите, давайте я сниму рилс быстренько. Мне в голову пришла идея, почему бы не снять обзор. Я никогда в жизни не была в точке, допустим. Смонтировала буквально за 15 минут, я пошла на работу, и мне приходит все время уведомление. Рилс залетел. И там были комментарии по типу, как красиво, такой формат впервые вижу в Чечне. И меня несколько раз позвали на такие обзоры, потому что... Я думала, что тебя позвали в точку, чтобы... Нет, в точку не связалась, заплатите мне за рекламу. Вот, меня позвали. Но я также сняла несколько бесплатно, потому что мне нравится это делать. Это не обязательно из-за денег, для души. Скажи, где вкусно готовят? Топ-5 мест, которые ты посоветовала бы. Твое любимое блюдо тогда, хорошо. Что ты любишь? Мое любимое блюдо в последнее время – это куриный бульон. Самое сложное блюдо, которое готовят. Я отказалась от кофе, и сейчас пью куриный бульон, и хожу по городу, в центре города, со стаканчиком бульона. Все думают, что это кофе, а это бульон. А это как? Я темщица, мне можно. Ну, нормально. А ты не хочешь написать там, это бульон? Нет. А ты еще по утрам выходишь на прогулку, я знаю. Нет, я только вчера вышла. Это был мой первый стори спустя долгое время. Смотри, как я быстро уловил, да? Да. Сколько раз ты говоришь, все, я больше не СММ-специалист? Нет, ни разу. Пойду что-нибудь другое? Ни разу. Нет? До этого не доходило? Нет, вообще, мне очень нравится моя работа. Ну, я к тому, что если ты выгораешь… Если я выгораю… Мне нужно поплакать и все. И потом подскочила, побежала. Все, соберись быстро. Сколько уже выпустила учеников? Считаешь? Так, если говорить в общем… Ну, кому ты… Или только СММ. Ну, у меня были разные продукты. Официально сертификат, которые заплатили тебе, обучались. Ну, около 50 тогда. И молодец. Да. А так у меня был еще и БД-контент, то есть это новый формат преподавания. БД-контент? Да, БД. БД. То есть когда определенное количество людей добавляют близкие друзья. И ты ведешь курс именно в сторисах. То есть это был тоже новый формат. По крайней мере, я в Чечне не видела. И, естественно, многих заинтересовало это. И там у меня было около 300 учеников. Потому что я встречаю девушек. Ой, я у тебя БД проходила. Круто. А БД я обучала… Что они там должны были делать? Просто сторисы выкладывать? Нет. Они… Там были уроки. Я выпускала уроки в сторисах. Там были уроки про рилсы. Секреты залетающих рилсов. Вот. Ну вот есть ли у тебя ученики, которые превзошли тебя? У которых просмотры… Есть одна девочка. Она стала руководителем отдела маркетинга по IT-компании. Что тут происходит? И поставили сразу зарплату такую высокую. И я такая, что? Молодца. Моя школа. Тебя это вдохновило? Меня это очень вдохновило. Радуешься, когда… Да. Маша, Алло, Мабарик. Маша, молодец. Зависти нет. Это самое главное. Рецепт каждый чунши еду. Так, рилсы залетают, сторисы залетают. А так у тебя сколько просмотров в сторисах? В сторисах почти две тысячи. Молодец, нормально. Да. Аль-хамду лилла, у меня очень лояльная аудитория. И люди, меня смотрят люди, у которых есть деньги. Хотя, когда я была футблогер. И которые хотят распрощаться с ними временно. Но если они получат пользу. Ну смотри, по заведениям, которые ты посещаешь, у тебя есть одна тема обучения, вторая тема футблогерство, еще где-то оно, наверное. А у тебя в мыслях есть? Мой блог, это чисто моя отдушина. То есть, ну чтобы он приносил мне деньги, я рассказываю про свою экспертность. То есть, я вот так-то работаю. То есть, блог обо всем? Да, нельзя только рассказывать там о жизни. Нужно приносить какую-то пользу, потому что людям надоедает смотреть, как ты живешь, куда ты ходишь. Если это им какую-то пользу не приносит. То есть, я совмещаю экспертный блог с личным. Я почему спрашиваю посещение твоих вот этих мест, ресторанов, кафе. Вообще, много лет назад эта идея была у меня. Я тоже хотел этим заняться. Великие умы мыслят одинаково. Да. Я просто не начал. Возможно, из-за того, что у меня была другая работа. Это интересная тема, потому что ты показываешь людям ту локацию, где они не были. Если, конечно, объективно рассказываешь, а не так, что блюдо, которое они принесли, ужасно на вкус, а ты говоришь, ммм, какое вкусное блюдо. Да. Вот. Рассказывать об этом интересно. И вот ты, когда рассказываешь, тебя просят сказать, что скажи, что это блюдо вкусное, что там очень классно, или еще что-то. Подговаривают? Пока не было такого. На самом деле, пишут многие, но я хожу в те... Я сначала проверяю, сама иду туда. То есть, без рекламы, без обзора, пробую, смотрю. Если мне нравится, то соглашаюсь на сотрудничество. То есть, ты им потом предлагаешь, давайте я буду вас... Нет, они мне пишут. То есть, бывали случаи, что мне пишут, и... Ну, я бы не сказала, что у нас в Грозном такие плохие заведения. У нас очень классно, вкусно готовят. Нет, у нас классно. Да. Обзоры, это я бы не сказала, что это такой общий обзор. Это, скорее всего, мой отзыв. Я хожу, например, заказала... Рассказываешь о том, что сама попробовала. Да, и что мне нравится. Если мне, допустим, какая-то еда не понравилась, я не говорю об этом просто. Я говорю то, что мне понравилось. А если ты скажешь, что тебе эта еда не понравилась, ты окажешься, наверное, в чёрном списке в следующий раз. Я думаю, знаете как, если мне не понравилось, если мне на вкус не подошло, то, возможно, моей подруге понравилось. То есть, бывает такое, это же... А на вкус и цвет товарищей нет? Да, товарищей нет. Понятно. Поэтому я не могу утверждать, это невкусно, это не пробовать. А бывает, что ты... Всё равно тебе не понравилось, но ты всё равно не ешь. Нет, не было такого ни разу. То есть, не понравилось, пошла в другое место? Да. Вот, кстати, это хорошее замечание для тех владельцев ресторанов и кафе. Нужно бороться за каждого клиента. Если он один раз ушёл, он больше к вам не вернётся. Да, и я никому не советую такое место. Какие планы на будущее? На будущее? Помимо СММ, я хочу преподавать... Английский? Нет, арабский. Да. Я хочу получить диплом, чтобы у меня было разрешение, я записалась уже на курс. Хочу преподавать в селе у нас, в Медресе. Так очень хочет мой отец. Почему бы нет? Мне это самой нравится. Мне это отличное желание. Насчёт СММ я очень хочу вырасти в этой сфере, чтобы... На самом деле я прям получаю большое удовольствие, когда вижу результаты у своих клиентов. Как блоги им приносят деньги, как у них повышается узнаваемость. Но всё-таки твоя цель — достичь повышения уровня личного благосостояния? Да. А вначале сказал... Нет, конечно. Самая главная цель работы — это деньги. Конечно. Люди работают, чтобы заработать деньги на комфортную жизнь. Ну и цель твоя сейчас ты на год, на месяц не ставишь себе? Ну кроме обучения. Обучение, ладно. А вот именно по СММ. Именно по СММ? Если ты хочешь вырастить... Я хочу запустить совместный курс с одним очень классным экспертом в Москве в январе. Да, но я об этом ещё никому не говорила. Ну тут как раз эксклюзивно всё и выходит. Тут и песни поют эксклюзивные. Хочу просто выйти на другой рынок, на другую аудиторию. Но для тебя, ты сказал, что просмотры не главное. Нет, подписчики не главное. А, подписчики не главное. А просмотры? Просмотры в сторис важны, охваты. В рилсах, но не очень. Например, какую бы цифру ты хотела получить на своей странице? Вот твой ролик, ну один, два, три, там, я не знаю. Нет, если честно, у меня не было такого. Ну, хотелось бы минимум от 20 тысяч, чтобы каждая рилса залетала. 20 тысяч — это немного. Ну это нормально. Какую-нибудь ерунду снимаешь, она сразу залетает. Но дело в том, что одни рилсы, которые залетают на миллионы, приносят деньги. Например, у меня вот с шариками. Сколько денег он мне принёс? Ноль. Есть рилс, который залетел на 40 тысяч, принёс мне около 120 тысяч. Ну это целенаправленная, наверное, какая-то? Вот поэтому цифры, они не имеют значения, именно просмотры и всё такое. Я могу эту накрутку сделать там на рилсы. Ну накрутка убивает страницу? Да. Расскажи об этом. Дай советы людям, сейчас смотрят. Ну ты задаёшь мне вопросы, на которых я не успеваю об этом советы давать. Ну конечно, у нас время ограничено. Я же хочу, чтобы ты о себе рассказала. Люди на тебя смотрят и думают, вот у меня страница, я хочу, чтобы она раскрутилась. Мы про рилсы, ты уже рассказала, что нужно действовать какого-то определённого плана. Нет, нужна цель. Ну я же говорю цель, план, советы, чего им не нужно делать или что они должны сделать, чтобы они зарабатывали так, как ты, чтобы у них были просмотры, чтобы они вдохновлялись. Делайте всё в удовольствие. То есть если… Коротко, делайте всё в удовольствие. Да, например, если для вас в тягость заниматься своим аккаунтом, то наймите специалиста, профессионала, пусть поможет себе висеть аккаунт. Сколько это стоит? Средний чек Чеченской Республики 35 тысяч. Месяц. Что-то гарантирует? Зависит это также от обязанностей, которую выполняет самая специалист. Это получается самое минимум? Это среднее. Минимальное требование? Нет, минимум 15. Это сторис-мейкеры обычно за ним берут. То есть цена уже поднялась, смотри. Год назад вообще другие цены были. Но это естественно, имеется в виду, ещё больше поднялись. Советы, вот эти советы, они должны быть точными. Вот не так, чтобы, ну занимайтесь чем хотите, вот, а вот ты как специалист, ты же заявляешь, что ты СММ-специалист. Да. Продаёшь курсы, следовательно, ты сейчас зрителям, которые смотрят на тебя и на меня, что-то для себя где-то в голове отложили. Так, смотри, мне специалист сказал то-то, 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 ну если у них нет денег, вот что они должны сделать? Вот нет у них 35 тысяч заплатить Халиме. У меня выше чек. А у тебя выше? Да. Нормально. Ну ладно. Такс. Нет возможности заплатить чек выше, чем 35. Ну, тогда можно самим ввести аккаунт, почему бы нет? Пройдите сами курс или же просто понаблюдайте насмотренность. Первый совет, который я хочу дать, это понять, какую пользу вы будете приносить людям. То есть позиционирование, кем вы себя видите в этом блоге. А если человек хочет просто получать от этого выгоду лично для себя, вот он хочет разбогатеть. Ну смотри, фудблогер, он приносит тоже пользу, то есть он делится рецептами. Допустим, я, как и сам специалист, тоже делюсь пользой, я показываю вот такой ролик, если вы хотите замазывать лицо, показываю вам. Вайфхаки минимум. То есть человек должен понять, какую пользу он будет приносить, и у него должно быть позиционирование. Вот ранее, несколько лет назад, я не знала, кем я хочу себя видеть, поэтому я не принимала тот факт, что я фудблогер. Хотя я не видела себя, но показывала, отделилась рецептами. Без описания. Да. Нет. Да? Да. Ты просто закидывала картинки, без рецепта, без описания. Мне понравилось там какое-то блюдо, я думаю, так, где же рецепт, хотя бы сегодня приготовил блюдо. А, я, видимо, забыла. Значит, мне не понравилось. Да, ты просто закидывала. Ну потом уже начала, да, потом уже где-то тебя, видимо, осенило, ты поняла, что что я творю, надо писать. Ты борщ сегодня рекламировала или вчера вкусный был? Вчера, да, очень. Да? Я домой забрала еще. И так можно было? Да. Можно мне с собой, пожалуйста? Конечно. Ахватно. В ведерке маленькой. В кружке. Вместо кофе. Да. Вот, советы ты все-таки не даешь. Да я! Да не даешь ты советы. Ладно. Нашу страницу видела? Да. Вот что, чего там не хватает, что бы посоветовал? Но я... Можно я сейчас посмотрю? Да, конечно, но заметьте, эта страница буквально восстановлена недели две назад, мы ее вообще не вели, мы сейчас ее ведем, кстати, наши зрители, обязательно подписывайтесь на нас в социальных сетях, вот здесь вот будет наш ник, так что подписывайтесь. Там очень интересно. Вот Халима тоже сегодня снимет, отметит нас. Реклама, я считала, по полной. По полной рекламе. Так, смотри, здесь нужно поработать над упаковкой профиля, то есть... Да, он не упакован, я же говорю, две недели назад, ага. Нужно добавить актуальные. Да, знаю. Поработать над визуалом. Знаю. Я бы посоветовала сменить аватарку, хотя бы вот такую вот красную поставить. Не-не-не, красную мы не можем поставить красную, потому что это слишком яркий цвет, пусть красный будет здесь, а синий... Наоборот, аватарка должна быть ярко запоминающейся. Я знаю. Откуда ты все знаешь? Открою тебе маленький секрет. Мы в стенах ЧГТРК стольких специалистов повидали, повстречали, поузнавали, порассказывали, поэтому... И все вам твердили об этом? Нет, и все нам... Нет, мы учились, мы каждый раз учимся все. Есть люди, которые ведут страницы. Один человек, на твой взгляд, чтобы он хорошо вел эту страницу, сколько страниц может вести? Три. Правильно. Молодец. Я вела пять аккаунтов, по-моему, даже шесть. Я не спала вообще нормально, чтобы над качеством не хромать. Но я поняла, что не буду ее столько вести. А там физически ты распыляешься. Да, это очень сложно было. Там нужно быть в разъездах, успевать заливать контент, снимать и придумывать. Это же все-таки творческая работа, как-никак. Ну, что сказать? Я тебе желаю удачи во всех твоих начинаниях и продолжениях, чтобы ни один твой заказ не слетал. Ну, в принципе, все остальное у тебя и так есть. Деньги у тебя есть, ученики у тебя есть. Что тебе еще пожелать, чтобы ты стала самым крутым специалистом по СММ? Это же твоя мечта, желание. Нет. Как нет? Ты сказала, я хочу быть крутым. Я просто не хочу быть самым крутым. Я хочу просто вырасти в этой сфере. Но самым крутым не хочешь. Нет, это слишком. Тань, самый крутой, милый самый крутой. Вы, вас. Просто хочу быть профессионалом своего дела. Кто считает себя крутым СММ-специалистом, приходите сюда, и мы с вами поговорим. Да, давайте проверим ваши кейсы. Да, проверим кейсы. И твое пожелание. Что бы ты пожелала таким начинающим, которые сидят сейчас, наверное, в школе и думают, что, вау, я буду крутым блогером, футблогером, СММ-специалистом. Что им пожелать, чего опасаться. Вот смотри, вот там вот снимает скрытая камера. Ты можешь обратиться прямо к кому-то, может, кто-то тебя обидел, может, кому-то хочешь высказать. Можешь сказать. Ну или вообще твое... Так, хорошо. Твой совет. Я бы посоветовала полагаться на Всевышнего и делать причины. Ну и верить в себя. Все. Ну что, адикюэль, марш айла. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ